Дюнья Бойлаб Дюнья Бойлаб Председателя Ассоциации Ательеров Узбекистана, а также депутатом Алмазарского районного Кингаш народных депутатов от партии Мелиты Клонеш и Дельшот Адылов. Это основатель консалтинговой компании «Хостел ПРО». Так что в направлении от родоустройства мы больше будем говорить с Дельшотом, а о стандартах уже с Ферруза. Ферруза, вот когда мы говорим... Ну, сначала давайте, может, мы скажем, сколько у нас вообще в Узбекистане гостиниц и какая у них звездность? Ведь обычно говорят, сколько звезд у этой гостиницы. Есть ли у нас вот этот критерий определения звездности? Да, на данный момент очень сложно сейчас с точностью назвать количество отелей, потому что это с каждым в нем растет. Ну, примерно я скажу, что цифра, но та статистика, которую мы располагаем от Госкомтуризма, около 2000, потому что только за последнее время в городе Ташкенте за время карантина было построено 33 новые гостиницы, только в Ташкенте уже свыше 230, а в республике, значит, побольше. Около 2000 гостиниц, да, что примерно около 55-60 варьируется количество койко-мест, то есть по Узбекистану, да. По поводу звездности, категорийности отелей в наших, в нашей, то есть в нашей стране, на самом деле у нас есть отдел сертификации и классификации гостиниц ГУП при Госкомтуризме. Да, они оценивают гостиницу, но, то есть, другой вопрос, насколько соответствует наша гостиница звездности. Ну, давайте так поставлю вопрос, насколько соответствует наша гостиница вот этой звездности. На моей практике, на самом деле, есть ожидание гостя, то есть мы используем онлайн travel agencies, такие как booking.com и там падают наши отели. На самом деле, как и все отели мира, хотят показать свои отели в красивом, то есть в более привлекательном виде, да. Но при выйти у гостей оказывается, что это не совсем так. Вот, и то есть, поэтому во всем мире практикуется такая вещь, если у вас в гостинице есть три звезды, то есть вы будете, то есть четыре звезды, вы будете себя рекламировать как три звезды, потому что есть такой meeting expectations, да. То есть, когда гость приезжает, чтобы он не был разочарован самим. Разочарование, это большой, то есть это откладывает большой отпечаток на впечатление нашего гостя. Поэтому, с моей точки зрения, вот в гостиницах, которые я останавливалась, многие гостиницы, к сожалению, пока не соответствуют заявленной категоритности, либо заявленным звездам, если есть таковы. Феруза, ну вот о вас говорят, что вы одна из тех, кто разнесли в пух и прах одну из гостиниц, причем по просьбе самого владельца. Так ли это? Что это за программа такая, тайный гость? Для меня было, конечно, очень странно, что сам владелец гостиницы пригласил вас, так сказать, на аудит, на ревизию, и когда вы выдали нелицеприятную оценку, как он отреагировал на это? На самом деле, моя работа, да, вы правильно заметили, что она инициируется, тайный гость. Меня многие друзья, многие знакомые сравнивают с программой «Ревизора», Леной Летучей, по-моему, насколько я понимаю, да. Но это ошибочное мнение, на самом деле. Моя работа заключается в том, что провести анализ бизнеса, то есть насколько он эффективен, для самого владельца бизнеса. Поэтому, когда мы говорим аудит и тайный гость, инициируется прежде всего тайный гость самим владельца бизнеса, который хочет увидеть полную картину каждого подразделения своей гостиницы, какие недостатки, какие достатки, какие решения. Это главное то, что, то есть моя профессия – это стандартизация и оптимизация бизнес-процессов гостиничной индустрии. То ли будет гостиница, то ли это будет ресторан. А реакция, реакция владельца? Реакция, реакция. Вот этого конкретного владельца. На самом деле, когда вы владите, как наши дети, они самые лучшие, самые красивые, самые это. То есть адекватную точку зрения, с профессиональной точки зрения, на чем мы теряем деньги, где мы не добираем, почему, как это действует на наш бизнес. Очень интересно, они на самом деле говорят, я увидел свой бизнес уже с другими глазами. И, то есть, впоследствии этого мы выводим план действий, как мы работать будем над этим бизнесом, как поднимать. Оптимизацию. Это цены, это привлечение гостей, это использование, то есть, онлайн-продаж, да, то есть, площадок. И, то есть, очень много аспектов, потому что там контролируют, то есть, аудит проводится во всех подразделениях, на всех уровнях. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 В Маргелане останавливалась в такой симпатичной гостинице. Могу название даже сказать «Атлас». Мне очень понравилось там. Но там есть некоторые которые несколько деталей. И я поняла знаете в чем причина. Вот то о чем вы говорите. Построил человек у которого есть деньги. Он построил симпатичную гостиницу. Он наверное знает о каких-то стандартах. Но он не специалист именно в гостиничной индустрии. Сегодня у нас надо отметить в туристической сфере все все больше и больше появляется гостиниц. К этому призывают и госком туризме и наше правительство. Постановление готовится в этой области чтобы мы увеличили гостиничные фонды. Но предприниматели которые откликаются на эти призывы не всегда специалисты. Они могут быть я не знаю финансистами экономистами. Кстати вы кто вот по образованию? Я финансист. Финансист да. Но вот тем не менее вы вливаете. То есть все равно надо пройти какую-то наверное профессиональную подготовку. Чтобы учитывать вот эти стандарты. Дабы затем гость который приходит к тебе не указал пальцем. Что там у тебя скажем плохо работает кондиционер и ты его не мог отремонтировать. Ну а к сожалению сейчас во время пандемии. Которая началась с марта месяца. Уже сакезоидомбире. Сакезоидомбире. Мы не можем. То есть гостиница фауляет. Курс от мяп. Поэтому. То есть говорить сейчас какие-то. У нас есть онлайн. При ассоциации отельеров создана академия гостиничного. Бизнеса. То есть да. Гостеприимство. Гостеприимство. Поэтому. Проводят по отелям. Проводились. Ну. То есть по цифрам на данный момент. Я не могу назвать. Сколько. Но мы работаем над программами. Вот смотрите. У нас. Вообще когда говорят тренинги. На самом деле. Вот для меня это персонифицированный подход. То есть персонально. Есть категория гостиниц. Есть. Типы гостиниц. Да. То есть. Одна программа. Она не подходит ко всем гостиницам. Может. Поэтому. Анализ бизнеса. Вот в чем заключается моя работа. Мы. Перед тем как давать тренинги. Тренинги можно давать любые. Моя точка зрения. Надо давать нужные тренинги. И для этого. Мы проводим анализ. Анализ. То есть. Посредством. Мистери Гест. Это тайный гость. Определяем слабые точки. И даем. Тренинги. Создаем. Персонально. Под это заведение. Тренинги. Понимаете. То есть. Ну. В общем. У нас очень много. Дальшо Джун. У него тоже. Консалтинговая компания. Которые. Тренинги. 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 С��� В 1938 году мы приехали, и в Крым, и в Крым, и в Крым, и в Крым, и в Крым. Вы, мы, в 1938 году. В первом году, мы получили предложение, чтобы создать специалисты, Мехмонхонан, в том числе, в том числе и в том числе и в том числе и в том числе, Каждый город был оборудован с пирожной 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 пирожной. Продолжение следует... 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 Мое видение в гостиничной индустрии более адаптировано на Европу. Я замечу, телезрителям скажут, что у нас Феруза обучалась в Великобритании, и поэтому она, наверное, где-то хочет калькировать вот этот европейский, британский где-то опыт, чтобы мы имели вот такие параметры, вот такой уровень. Но, тем не менее, мы стремимся к этому, но мы как бы соотносим то, что есть, то, что мы имеем, да, и должны с этим считаться. У Дильшота, у него большой экспириенс, мой экспириенс, то есть опыт работы в этой стране всего два года, то есть он минимальный, и его опыт работы, он, то есть в основном, он базируется здесь. Поэтому, то есть, да, с какими-то моментами я не согласна, с какими-то, я говорю об общих наших дискуссиях, которые горячие дискуссии во время нашей работы, рабочей группы, да, в рабочей группе. С чем-то мы не соглашались, с чем-то мы оставались, каждый при своем мнении, с чем-то мы не приходили к общему консенсусу. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да. Да, да. То есть, Азоли мы консультируем, то есть методом тоже поддерживаем отели, которые являются членами нашей ассоциации. В том смысле, что сейчас я проезжаясь по всем отелям Турпу, Узбекистану, отели, которые являются нашими членами, мы проводим тайны гостей, консультируем их, то есть по вопросам, где у них недостаточно. То есть недостатки, да, слабость вида, то есть мы видим консультацию по этому поводу. Да, да. Да, да. Да, да. Да. Да, да. Да, да. Но сейчас узбекский завтраков вносятся вот в эти стандарты, которые разработал Акбар Умаров, это ассоциация поваров в Узбекистане. Да, мы разговаривали с ним тоже по этому поводу. Ну, у меня тоже вопрос, вот Фируз, это обращается к вам. Можно ли присоединяться к вам и тоже стать тайным гостем? Сырли Мехмон на самом деле профессионально подковный именно в сфере гостеприимства. То есть там очень много нюансов, и то есть это не только фронт of the house. Тайный гость делится на две аудит, на две части. Первая часть – это как глазами гостя. То есть вы приезжаете, вы чекинитесь, вы заходите, вы живете, вы пользуетесь всеми услугами, которые предоставляет данная гостиница. Второй аудит, то есть когда вы уже говорите, здравствуйте, я ревизор, вторая часть уже начинается. То есть официально все прекрасно знают, кто вы, вы уже заходите за пределы, то есть где, да, за пределы гостя, да. То есть вы уже входите в финансовую часть работы, то есть бронирование отдела. Да, финансовую часть, то есть оптимизация, на чем мы можем оптимизировать, как улучшить, как повысить доходность этого отеля. Понимаете, то есть какой у них рев парк, какие гостиничные показатели, какой ADR, какой occupancy – это важные гостиничные показатели. То есть для этого, к сожалению, как работает кухня, какие химикаты. Вот у нас гостиничная индустрия, она растет стремительно, как вы говорите. 33 гостиницы за последнее время открылась, да, за время карантина, да. Но мы не учитываем экологическую сторону тоже. Профессиональные химикаты – это моя больная тема. То есть профессиональные химикаты. Наши многие гостиницы даже… Мыло, может, шампуни используют. Да, они используют бытовые химикаты. Но когда вы посмотрите, посчитайте, сколько затрат сделано на химикаты, вот именно поэтому, да, и как вот литр, например, профессионального химиката можно разбавить на 500 литров готового раствора. Но опять бытовая техника, она предусмотрена для вымывания грязи. И профессиональная химия, она разработана специально убивать вирусы, бактерии, которые могут развиваться в холодильнике, в комнате и тому подобное. Потому что трафик очень большой. Поток в гостиницах большой, понимаете. У нас в гостиницах не предусматривается даже мельчайшие вещи, такие как матрас-протектор называется, протектор для матраса. Это очень важный аспект для гостиниц. Химикаты, которые выбрасываются в нашу природу, это harsh chemicals, называется, очень агрессивные химикаты, такие как доместес у нас любители пользоваться, правильно? Есть новые, новейшие и намного дешевле выходит в итоге сумма. И вот это и называется оптимизация, что ательеру выйдет намного дешевле использовать профессиональные химикаты, чем использовать бытовую химию, понимаете? То, что они на рынке покупают. Да, то, что они покупают на рынке, соответственно. Вот еще один вопрос, но это телезрительница говорит, у ваших гостей на лацкане пиджака, депутатский значок. А что она как депутат делает для туризма? Для туризма. Я выбрала, то есть специальную партию баллотироваться в депутаты, партию Малиты Клянаш, потому что в предвыборной платформе они была, то есть туризм. Поэтому, как депутат, работа над законом о туризме, я нахожусь в рабочей группе Сената, где мы работаем над законом, усовершенствует. В данный момент. В данный момент, да, в данный момент. Как депутат, то есть вношу предложение в Али Маджилис, потому что я не являюсь депутатом Али Маджилиса, я являюсь депутатом Алмазарского района, поэтому, то есть беседую с нашими ательерами, беседую с нашими рестораторами и пытаюсь внести те или иные предложения, да, по изменению законодательства, то, что будет улучшать условия работы и условия, то есть деятельности, да. Конечно, это так, на самом деле. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 Спасибо!